Добрый день всем. Данная лекция является дополнительной к уже имеющемуся курсу видео лекции. Дело в том, что изначальный набор видео лекций из 15 штук создан, учитывая тематику силамуса, главной целью которого является освоение программного комплекса Deform. Однако данные лекции не учитывают индивидуальные особенности выполнения курсовых работ. То есть там даются какие-то общие пояснения, разбираются универсальные методики проектирования моделей, но не разбираются индивидуальные технические нюансы. Данная лекция призвана восполнить этот пробел. И сегодня я вам покажу, как создавать модели тех вариантов, которые даны у вас в курсовой работе. Собственно, разберем, как создавать модели горячей прокатки, то есть прокатки в универсальной клести. Как создавать модель холодной прокатки, как создаются модели сортовой прокатки, то есть прокатки в калибрах. И также разберем, как создается модель процесса волочения. Для начала необходимо усвоить, что все построение мы ведем в компасе, как уже было сказано ранее. Начинаем работать всегда во фрагменте. Давайте сейчас для начала создам текстовый файл, в который буду произвольно писать необходимые варианты. Допустим, у нас будет холодная прокатка. Так, мы представим, что H0 равняется у нас 2 мм, H1 будет равняться, допустим, 1,5. Будем моделировать вот такой проход. То есть прокатка полосы с 2 мм на 1,5 с абсолютным сжатием 0,5 мм. Также нам необходимо еще определиться со станом. Его лучше всего выбрать по антипену, тот профиль, который прокатывает данную профильный размер. Нам понадобится из описания стана D0, а также окружная скорость. Предположим, что D0 у нас будет 650 мм. Я беру произвольно. Вы, соответственно, должны взять те параметры, которые будут у вас в вашей работе. Окружная скорость сейчас нам для построения не нужна. Нам нужны только диаметры. Ну, когда я напишу, предположим, что оборотов в минуту. Я опять-таки беру произвольно. Может быть, нужно взять больше, меньше. Я сейчас не знаю. Это нужно смотреть по стану с описанием в Антипене. Нам необходимы вот эти данные. H0, H1 и D0. Начинаем строить. Лучше всего строить относительно начала сей координат, чтобы ось X была своего рода линией с симметрами. Я провожу через нее вертикальную, горизонтальную линию. Начинаю строить. Сперва нам необходимо отложить от горизонтальной линии наш зазор между волками, равный полтора миллиметра. То есть тот зазор, который будет получаться для прокатки толщиной H1. Лучше всего использовать параллельные прямые. Выбираем данную вещь, данную линию. И здесь пишем полтора делить пополам. Почему мы так пишем? Потому что выбор инструмента параллельные прямые, он проводит две прямые в разные стороны. Не одну, а две. И между ними как раз таки будет то расстояние, которое нам нужно. То есть если мы поставим полтора, полтора будет и с этой стороны, и с этой. И в общей сумме будет три. Поэтому всегда искомое расстояние надо написать деленное на два. Фиксируем их. И вот получили между этими верхней и нижней прямой у нас будет расстояние полтора миллиметра. Далее. От каждой линии, от верхней и от нижней, откладываем наш радиус волка. 650 делим пополам. 325. Теперь нам нужно от этой линии отложить 325. Отвеличиваем. Вот появилось. Теперь то же самое делаем для этой линии. Можно также откладывать. Можно сделать следующее. Поскольку у нас волки будут симметричные, можно эту операцию отзеркалить. Создадим один волок. Диаметр у нас будет 650. И центр вращения ставим в эту точку. Должно появиться наркотик пересечения. Фиксируем. Если я его увеличу, то видно, что данный волок лежит как раз таки на вот этой горизонтальной линии. Теперь можно сделать следующее. Выделяем волок. Только эту линию. И выбираем зеркальная симметрия. Относительно центральной линии. Щелкаем на нее. И вот у нас остался фантом снизу. Фиксируем его. Все. Волки наши нарисованы. Теперь нам необходимо создать нашу заготовку. Убираем верхнюю и нижнюю линию. И создаем аналогичные линии, но уже чтобы между ними было расстояние по 1 мм. Поскольку нам нужно сделать 2 мм. Ну а теперь, максимально приближаясь к очагу информации, допустим, здесь, чтобы он не заходил вот на эту линию, пересечения. Вот здесь начинаем. Создаем в нем угольчик. Пойнти длины. Он будет в 150-160 мм. Кладем его на верхнюю и нижнюю край. И обязательно, раз мы делаем прямоугольный клуб, щелкаем на него и правой кнопочкой разрушить. То есть педляться должны по отрезку. Вот так будет выглядеть полоса. То есть здесь у нас, что мы видим? Здесь у нас длина его 2 мм. То есть толщина выстроена правильно. Ширину мы будем потом выдавливать по оси Z. То есть ширину вашего листа вы тоже заранее должны знать. которая у вас меняться не будет. Допустим, это у вас будет В нулевое. Ну, допустим, 1450 мм. В соответствии с этим, когда вы определитесь шириной, вы будете знать, на каком стане это прокатывает. То есть вы выбираете стан не только по толщине, но и по ширине. Необходимо создавать бочку волка значительно больше, чем ваша ширина. Ну, допустим, для данного профиля нормальная бочка это будет 1700 мм. Аналог нашего стана ВПЦ2. Что делаем дальше? Здесь мы создали, как говорится, двухмерный фантом, расположив правильно в плоскости XY все наши объекты. Далее мы можем создавать наши детали. Выделяем сначала нужный какой-то объект, либо заготовку, либо какой-то из волков. Нажимаем копировать. И фиксируем относительно точки начала координат. Внизу должна появиться надпись 00. Теперь переходим в деталь. Создаем наш фантомоль здесь. И производим его выдавливание на 1450 мм. Вот так полоса будет выглядеть. То есть, да, у нас толщина искомая, ширина искомая, но длина будет сравнительно небольшой. Этого будет достаточно, чтобы проанализировать прокатку, чтобы зафиксировать все параметры очки информации, нам слишком большая длина не нужна. Что делаем непосредственно с волками? Выбираем какой-то из волков. Копируем. Создаем так же деталь. Берем те же самые координаты и циклик. Вставляем его сюда, чтобы было на ближайшую точку. И выдавливаем. Но выдавливаем уже не на 1450, а побольше. Каким образом сохраняем данные объекты? Во-первых, перво-наперво, в компасе вам необходимо выставить точность отрисовки, которая идет по умолчанию, на максимум. Делается это в следующем окошке. Сервис, параметры, и здесь точность отрисовки. У вас по умолчанию будет стоять где-то вот так. Там около 900 с копейками. Необходимо выкрутить на максимум. Но даже этой толщины будет недостаточно. Нам необходимо выбрать команду «Сохранить как». Здесь мы выбираем формат «Стейл», пишем какое-то название. И нажимаем не на «Сохранить», а на вот этот маленький черный тревогичек. И выбираем опцию «Сохранить с параметрами». И здесь еще дополнительно усиливаем точность отрисовки. Вот после этого мы сохраняем наш объект. И он будет идеальный и точный. Таким образом строится геометрия для моделирования холодной прокатки. Теперь я вам покажу как строится геометрия для горячей прокатки. Горячая прокатка подразумевает собой одновременно прокатку в вертикальных и в последующих горизонтальных полках. Я буду продолжать данную модель, чтобы было понятно. Я не буду соблюдать как бы здесь нужной толщины. Предположим, что здесь у нас такая толщина. У вас, соответственно, будет гораздо больше. То есть здесь уже будет не полтора миллиметра, а, допустим, там 10, 15 и так далее. И заготовка будет другой толщины. Как строятся вертикальные волки? Предположим, что заготовка у нас находится где-то здесь. предначально мы его расположим. Подальше. Потому что здесь у нас в данной области будут вертикальные волки. Пусть вертикальные волки у нас будут сделаны из волков такого же диаметра. Ну и, естественно, они будут прокатываться на значительно большем расстоянии. Давайте я сейчас беру лишние линии. Такое нам не нужно. Оставлю только центральный угол. Итак, пусть у нас будет наша 1450 ширина будет прокатываться, ну, допустим, на 1400. То есть зазор между волками с каждой стороны должен быть 800. Вот так. Такая полоса будет. Вот этот зазор будет соответствовать той ширине, которая получается после прохода. Далее здесь мы откладываем от каждой линии также 325. И, собственно, копируем наши волки. Здесь можно сделать тот же самый прием от зеркальной симметрии. Вот, допустим, вот так вот исположены волки. Мы рисуем их в этой же самой плоскости потому, что другой плоскости в его фрагменте у нас нет. каким образом мы действуем далее? необходимо понимать, что волки будут располагаться в плоскости перпендикулярной плоскости горизонтальных волков. Чтобы было понятно дальнейшее, я сейчас покажу вам построение сразу попарно. Строить так нельзя. То есть, такая геометрия, она построится в компасе, но она не будет принята деформом. Я покажу вам это для того, чтобы понять, как располагаются волки. Ваша основная задача будет согреть это поэлементам. То есть, сперва один волок, потом второй, потом третий, потом четвертый. Отдельно. Итак, выбираем наши волки и копируем их на этой точке. Горизонтальные волки вы располагаете в плоскости x, y. Вот она выделяется. Вставляем. И сразу можем выдавить. Вот мы получили два волка. Отлично. Теперь делаем следующее. Обираем данные волки. Также копируем их относительно этой точки. Но здесь мы уже используем не плоскость x, y. Которая обозначена красной и зеленой стрелочкой. Нет. Мы используем плоскость перпендикулярную. А перпендикулярная плоскость у нас будет x, z. То есть, плоскость у нас дугой обозначена зеленого цвета. Вот нам эта плоскость и нужна. Берем данную плоскость и в ней уже производим вставку. Таким образом, наши волки будут установлены перпендикулярно нашей геометрии. Что произойдет, если мы их выдавим? Ну, пусть будет так же на 1700. Получаются у нас волки перпендикулярно изначальной плоскости. Но если вы сейчас посмотрите, у нас получилось, что волки находятся все с одной стороны. То есть, как бы, вот идет зазор общий, а выдавлено с одной стороны. Почему так происходит? Здесь нет никакой ошибки. Просто нам нужно немножко подредактировать обе операции выдавливания. Дело в том, что по умолчанию операция выдавливания происходит в одну сторону. То есть, вот это, вот сейчас видно зеленый фантом, линия. Это тот фрагмент, который мы вставили. Он выдавился по направлению положительной оси Z. Но направление-то у нас два, у нас может быть положительное и отрицательное. Поэтому делаем следующее. Выбираем редактировать его. И здесь смотрим, что у нас сделано. У нас по умолчанию было сделано только прямое направление. Нам необходимо переменить сделать два направления. Здесь делаем расстояние 1, расстояние 2. Сюда пишем половину нашего расстояния. Допустим, здесь 850. И здесь тоже пишем 850. И как видите, вот наш фантом, наш фрагмент двух окружностей. Он ведался и в одну сторону, и в другую сторону. Посмотрим, что получилось. Теперь, как видите, идет полная симметрия. С данной операцией выдавливания то же самое. Нажимаем редактировать. И вот мы видим, где наши круги красные. Они выдавились вверх по направлению положительных координат Y. Также меняем. Берем два направления и здесь пишем половину и там половину. Здесь будет 850. И здесь будет 850. И вот таким вот образом у нас получается уже нормальная универсальная клеть. Которая будет сперва прокатывать, если заготовка будет отсюда идти по направлению положительных координат оси X. Сперва обжимается по ширине на 50 миллиметров. Далее она будет уже прокатываться. Здесь я вам показал как бы сборочный чертеж, но, как я сказал ранее, необходимо сохранять каждый волок отдельно. То есть не надо импортировать сразу две окружности, необходимо делать это по одной линии. То есть вы должны получить в данном случае 4 файла геометрии. Два вертикальных полка и два горизонтальных полка. С листовой прокаткой разобрались. Теперь что нужно делать для создания сортовой прокатки. Сортовая прокатка в отличие от листовой подразумевает получение профиля сечения, которые иной раз зачастую невозможно предугадать. То есть если у нас при листовой прокатке какой бы размер ни был, у нас всегда в сечении получается прямоугольник. Здесь у нас форма может быть весьма нетривиальной, особенно при выполнении сложных, допустим, при прокатке зетовой стали в сечении может быть даже не будет ни одной оси симметрии. Поэтому сортовая прокатка всегда строится не в профиль, а в анфас. То есть при прокатке листа мы рисовали окружности, то есть рассматривали ли волки сбоку. При создании сортовой прокатки необходимо рисовать волки спереди либо сзади. То есть мы должны видеть полностью длину бочки волка, на которой будет нарезаться калибр. Что нам для этого нужно? Во-первых, нам необходимо знать две вещи. Первое это форма собственно калибра, то есть форма той детали, которую мы будем получать после прокатки. Второе форму заготовки, которая будет попадать в данный калибр. Проще всего это сделать следующим образом. Если имеется план калибровки, вы по сути берете нужный вам проход калибра и берете предыдущий. То есть из предыдущего калибра вы отрисовываете форму заготовки, из текущего калибра собственно вы отрисовываете контур волка. Давайте предположим, что мы прокатываем заготовку по системе ромб-квадрат. отрез анасфера нужно нарисовать квадратный калибр и в него будет входить ромбическая заготовка. Также рисуем две оси через начало координат. И для начала откладываем многоугольник. Выбираем нашу операцию. Но количество вершин ставим четыре. И далее нам необходимо здесь указать лишь диаметр. Казалось бы, какой может быть диаметр при вершинах? На самом деле вы выбираете диаметр вписанной либо описанной окружности. И если вы выберете диаметр вписанной окружности, то по сути данный диаметр будет стороной вашего квадрата. Если вы выбираете описанный, то соответственно диаметр будет являться диагональю вашего квадрата. Но поскольку по диагонали мы не считаем профиль, мы считаем по стороне, мы выбираем вписанную окружность. Допустим у нас будет 32. Челкаем набираем точку и вот у нас зафиксированный квадрат, но он вращается, то есть мы можем под любым углом его поставить. Поскольку у нас катается прокатка на 45 градусов, то есть по диагонали мы здесь просто пишем 45 градусов, фиксируем и наш квадрат фиксируется на данных осях по своим вершинам. Далее от горизонтальной линии нам необходимо отложить зазор между волками. предположим он будет у нас 4 миллиметра. Вкладываем эти линии. Далее схематично, не обязательно на всю длину бочки произвольно проводим небольшой отрезок. Здесь его провести. Не обязательно чтобы они были даже равными, поскольку данная зона волка уже в расчете участвовать не будет. И далее от каждой из 4 вершин мы должны отложить вертикально вверх и вниз радиусы наших волков. Допустим, радиус у нас будет 250 миллиметров, то есть диаметр волков у нас будет 500. вкладываем 250 сюда, 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 входит. Всегда откладывайте таким образом, чтобы контур стал наибольшим пунктиром и появилось слово выравнивание, то есть это будет угол либо 90, либо 270 градусов. Вот так будет выглядеть построение. И теперь последнее, что нам остается, выбрать осевую линию и соединить горизонтальные эти отрезки. Этот с этим, этот с этим. То есть здесь мы будем уже проводить операцию не выдавливания, а вращения относительно данной линии. это единственный способ построения волков для калиброванных докалиброванных садово прокатки, иначе нельзя. Далее переходим собственно к построению калибра. Сторон у нас готовы, но как известно в таком формате квадрат не катается. Необходимо сделать радиус скрупления. По десятке нам необходимо сперва объект разрушить. делать такой радиус ну и добавить сделаем пятерку здесь. Спробляем все наши радиусы. Вот получили вот такой калибр квадратный. Теперь собственно прямо здесь нам необходимо построить контур геометрии, который будет входить в данный волок. Как мы знаем по системе квадрата, это будет ромбическая заготовка. Контуры я сейчас не смогу точно сказать. Я знаю только, что высота должна быть больше данного калибра. Вот так. А ширина должна быть меньше данного калибра. Допустим вот так. соединяем данную фигуру и также проводим радиус искругления, потому что заготовка идет из предыдущего волка она будет прокатываться тоже с радиусом. Здесь даже можно сделать радиус поменьше. таким образом наша геометрия заготовки и волков будет находиться на одной соосности. Что делаем далее? выделяем выделяем геометрию нашей заготовки зажав клавишу Ctrl убираем выделение ненужных элементов копируем относительно опять-таки этой точки геометрия здесь работаем только в одной плоскости x y той плоскости в которой мы это рисовали меняем плоскости только при горячей прокатке заготовку мы подвергаем выдавливанию вот такая у нас была заготовка так будет выдавливаться ничего сложного так я ее пока уберу чтобы она нам не мешалась теперь что происходит с волками выделяем контрволка так же копируем но после того как мы его вставим выбираем операцию не выдавливания а вращения то есть на данной кнопке зажимаем ее держим и выбираем операцию вращения после этого мы получаем наш волок на котором нарезан квадратный ковид с нижним волком делаем то же самое и поскольку мы копируем все относительно данной точки при импорте в деформ они каждый из них встанут на свое место другими словами суть построения сортовой прокатки это отрисовка волков не в профиле а в анфасе по радиусу для вращения и отличительная особенность будет только вот здесь то есть здесь ключевая особенность будет построение именно формы калибра по сути допустим для такого волка если будете брать один и тот же стан у вас разница в построении будет только в зоне калибра у кого-то круг у кого-то квадрат у кого-то шестигранник без разницы можно построить все что угодно используя даже вот такую схему одну и ту же ну и разберем последний вариант волочение проволоки волочение проволоки здесь несколько иное поскольку здесь у нас не учитывается вращательное движение у нас движение идет поступательно волочение проволоки как вы знаете это процесс деформирования протягивания заготовки через волоку в котором имеется отверстие с диаметром меньше чем диаметр заготовки либо если считать не круглый в плане с площадью меньше площади сечения исходной заготовки из допустим волочки квадрат либо прямоугольник но мы будем рассматривать самый наиболее оптимальный вариант это волочение круглой проволоки допустим мы будем рассчитывать D нулевое будет 8 миллиметров D1 будет 7,5 миллиметров все это все что нам нужно знать D0 D1 откладываем опять вертикальную горизонтальную сперва от горизонтальной линии откладываем нашу D1 7,5 миллиметров 3,5 миллиметров пола 3,75 данное сечение это будет являться сечением нашей волоки волока состоит из трех сегментов первый входной участок выходной участок и входной входной участок и выходной они являются конусообразными калибрующий участок он является прямолинейным ну допустим вот так будет выглядеть наша волока и здесь обязательно делаем радиус искругления вот так входные и выходные участки должны по отношению к нему идти под углами входной участок поскольку проволока будет идти слева направо должен иметь не слишком большой угол теперь вот такое будет сечение нашей волоки я показываю условно нижняя часть нам не нужна поскольку мы будем делать теловращение для этого нам необходимо здесь но на оси x дополнительно нарисовать всевую линию теперь что мы делаем с нашей заготовкой во-первых мы можем сейчас отложить нашу линию которая будет символизировать D1 теперь нам необходимо отложить толщину до нулевое у нас 8 значит 2 вставляем по 4 1 2 и далее поскольку сама по себе проволока не попадает сразу волочение суть ее такова сперва на застрельном аппарате передний конец заостряют уменьшая его сечение чтобы она свободно через волоку прошла закрепляют на тянущем барабане и после этого начинается волочение здесь мы делаем такой же принцип делаем плавное конусообразное увеличение с D1 до D0 и дальше протягиваем и вот эту область мы уже можем отзеркалить и остается нам закрыть наш замкнутый пункт вот так выглядит наша заготовка но опять-таки я показал как она не выглядит в сечении поскольку мы будем делать тело вращение то здесь через центр мы проводим осевую линию она вовсе не обязательно должна заканчиваться в их точках она спокойно может пересекать и лишние зоны мы удаляем вот так будет выглядеть наша заготовка я сразу обе детали возьму и покажу если получится что будет если мы проведем тело вращение операцию то Ну что ж, мы будем делать по одному. Возьмем одну наготовочку и протонем ее. Вот получилась наша проволока с легким усечением на переднем конце. А вот что происходит с нашей волокой. Вот так она будет выглядеть. То есть здесь при создании процесса волочения мы используем только операции вращения. Самое главное, помимо данных инструментов у нас будет еще кое-что. Здесь достраиваем с переднего конца. Можно даже вот так, чтобы не слишком подключаться. Нам необходимо дополнительно будет построить вот такой элемент. Это тянущий элемент, который будет жестко скреплен с нашей проволокой и которым будет сообщаться скорость в направлении оси Х. сейчас выглядит она будет как небольшая плашка. То есть мы сделаем операцию вращения. То есть она соответствует диаметру D1, свободно проходит через волоку и подвергает нашу проволоку тянущему эффекту, за счет чего ей сообщается действие. Вот таким вот образом строятся все индивидуальные варианты курсовой работы, заданные вам на этот код. Продолжение следует...